Микробиология Микробиология Вот интересное направление, с которым мы работаем постоянно. Микробиологическое исследование проб из полости носа и околоносовых пазух есть общепринятой практикой и является диагностическим алгоритмом при обследовании больных с риносинуситами. Значит, при бактериальном риносинусите считается, что нужно знать, какая микробиота принимает участие в развитии той или другой патологии. Сегодня очень модная тема микробиота носа, микробиота полости рта и так далее. Сегодня даже пытаются объяснить, что характер человека формирует микробиота. Поэтому, если где бы шапочный, мы захотим с ним выпить, то, наверное, это не наше желание, это наша микробиота захочет такого общения. То есть, это такое, если у человека после пересадки кала менялся характер. Ну, интересно это. Так вот, смотрите. Для острого риносинусита микроорганизмы имеют значение. Мы знаем, например, какие микроорганизмы вызывает острый риносинусит. Это так называемая патогенизация сопрофитирующей флоры. Сопрофитируют у нас носоглотки, а, соответственно, являются возбудителем отитов, синуситов. Это пакельно-трийка и сафилококк, то есть золотистый сафилококк, марокселокатаралис, пневмококк и гемофилис инфлюенция. Все. И поэтому никакие другие причины возбудителями острого риносинусита не бывает. И поэтому лечение мы назначаем, исходя из этих постулатов. Для того, чтобы выполнить исследование, нужно зайти в средний носовой ход. Больше никуда. И поэтому выполнить это исследование, найти этот средний носовой ход, ни семейный врач, ни врач или там лаборант не сможет сделать. И поэтому эти исследования абсолютно никому не нужны, если они выполнены вот подобным образом. Сегодня золотым стандартом во всем мире, при наличии, скажем так, редких показаний для пункции, тем не менее пунктат из пазухи является золотым стандартом в постановке диагноза возбудителя. Но у нас тоже все меньше производят пункционные исследования или лечения. И поэтому считается сегодня, большое, там много исследований проводилось, что результат, полученный при пункции и результат, полученный из среднего носового хода, ну, естественно, если выделение есть, если это там киста, то она же не будет вытекать, или блок пазухи, являются коррегирующими примерно на 97-98%, то есть почти полностью совпадают. И отсюда мазки из носа выполнять нужно только с забором среднего носового хода. Что еще? Вот эта корреляция очень высокая, все остальное не имеет никакого практического значения, не должно учитываться в клинической практике. И еще. Значит, мы берем официально только из среднего носового хода, хотя мы имеем и заднюю группу пазух, которая стекает в носоглотке, но нигде нет даже методики забора материала для бакисследований из свода носоглотки и так далее. Возможно, сегодня Европа пишет, что не всегда мазки из среднего носового хода корригируют с флорой из задних пазух. Чаще всего да. Но это вот в этом плане пока никаких официальных рекомендаций, как забирать из основной пазухи, если она стекает в носоглотку, или задних решеток, нет. Поэтому везде описан только забор материала из среднего носового хода. Как вы думаете, следует ли назначать антибиотики при остром риносинусите по результатам бактериологического исследования или эмпирично? Я уже на эту тему говорил. Раз мы знаем микроорганизмы, какие вызывают острый, еще раз объясняю, риносинусит, то нет необходимости делать посевы, так же, как нет необходимости делать рентгенограмму или компьютерное исследование для постановки диагноза. Лечение назначается эмпирическое. В этом возможность участия в лечении врачей первичного звена. Это семейные врачи и педиатры. Они ставят диагноз по жалобам, они лечат эмпирически. И, в общем-то, сегодня все лабораторные исследования говорят, что нет никаких доказательств того, что бактериологические исследования влияют на результаты лечения риносинусита. Вдумайтесь. Никаких данных, что вы посеете и будете подбирать этот микроорганизм с почувствительностью при хроническом риносинусите, где могут быть другие возбудители, в том числе атипичные, но их так мало таких возможностей. И поэтому при хронических риносинуситах тоже нет особых доказательств, что именно бак исследования является необходимым для назначения лечения. По всем нашим рекомендациям, обострение хронического риносинусита лечится по протоколу острого риносинусита. Поэтому есть возможность при риносинусите хроническом начать лечение после бак исследования. Но прежде всего здесь нужно думать по атипичную флору. Атипичная это хламидия, таксоплазма и так далее. Почему она называется атипична? Потому что она не высеивается вообще. И сеять и не следует. Если хотите, уже направляйте там на ПЦР и другие анализы. Вот такой подход сегодня в отношении бак исследований.